Татьяна Шаманова Татьяна Шаманова Ну а я пожалуй приступлю Итак Номер 1 или колода Таро 78 дверей Давайте будем смотреть Что нам скажет Таро на ваш вопрос Итак Сбудется ли ваше желание В загаданный вами период. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей и звезда. Ну вот что сказать вам, дорогие мои. Первая карта, которая у нас выпала, восьмерка мечей, она, конечно, показывает, в первую очередь, не исполнение желаний, а ваше внутреннее состояние, страх, переживание. Возможно, это желание очень важное для вас. И вы переживаете, действительно, произойдет это, не произойдет, получится, не получится. Может, даже периодически вам становится, может, даже страшновато. И как выправить ситуацию, как сделать так, чтобы ваше желание сбылось, ну, вы, честно говоря, не очень понимаете. Здесь больше видно такое, знаете, отчаяние, безысходность, безвыходность. И, как говорится, будь что будет. Будь что будет. Поэтому я выложила еще одну карту. Все-таки здесь у нас не ясна перспектива вашего желания. И вторая карта у нас выпала звезда. Старший аркан. Не знаю почему, но у меня идет ощущение, ощущение, что на загаданный период ваше желание не сбудется. У кого-то, возможно, не сбудется, потому что вы сами откажетесь от этого. А кто-то из вас просто переложит на другой срок. То есть исполнение желания перейдет на другой период. Возможно, даже отказавшись добровольно от этого желания, все равно подспудно вы будете держать его у себя в закромах вашего подсознания. А вдруг подойдет время, а вдруг сложатся так обстоятельства, и все получится. Да. Ну, в общем, милые мои, как бы мне грустно не было вот этот итог подводить, но ситуация, скажем так, для вас не очень хороша. Ну, давайте посмотрим, а что вообще-то поможет вот в этой ситуации, чтобы ваше желание сбылось. Семерка жезлов. А что помешает? Да. Будут мешать некие обстоятельства, некие люди вашему желанию. То есть не все сложится, не со всеми вы договоритесь, или если вы рассчитывали на помощь кого-то, скорее всего, подведут вас эти люди, или вклиниться, вклиниться кто-то третий, и помешает исполнению вами задуманного. Очень хорошо просматривается, если вы загадали на встречу с любимым человеком, или, ну, на сердечную тему, скажем. Да. Тут вот именно есть соперница, есть человек, который тоже заинтересован в аналогичном желании, и поэтому будет вам мешать. Будет вам мешать. Ну, поможет, конечно, семерка жезлов, в первую очередь, ваша настойчивость, ваше упорство, а самое главное, ваша готовность преодолеть все препятствия, которые будут на вашем пути, чтобы ваше желание исполнилось. И еще, поможет вам, я бы так сказала, ваше молчание, скрытность. То есть не разбалтывайте, не делитесь своим желанием с другими. Либо могут перехватить то, что вы себе заживали, особенно это касается работы, бизнеса, еще каких-то вот таких деловых, да и не только деловых, может, даже и сердечных. Вы, может быть, от всего сердца поделитесь с человеком, а он вам подставит под ножку, понимаете? Лучше молчать, лучше скрывать. В тихушечку. В тихушечку, потихонечку, как говорится, добиваться, чтобы ваше желание исполнилось. Да, непростой вариант, кто выбрал однерочку, что там говорить. Не все просто. Ну, все-таки, у меня ощущение, что в загаданный период нет. Скорее всего, нет. Вот такой ответ получили мы. Ладушки, идем дальше. Второй вариант. Кто выбрал второй вариант? Сбудется ли ваше желание в загаданный период? что нам скажет Таро иллюминатор? Восьмерка жезлов. Ну что ж, дорогие мои, поздравляю. Да, 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 да. Желание ваше сбудется и очень быстро. Можно сказать, что оно уже витает над вами. Витает над вами. Ну, конечно, можете вы подтолкнуть исполнение вашего желания какими-то своими действиями, мыслеформами, привлечением каких-то людей, которым вы доверяете, чтобы вам помогли, чтобы это желание исполнилось. Ну, результат очень хороший, очень хороший, друзья мои. Может быть, для исполнения желания нужно будет куда-то съездить. Может быть, для исполнения желания, особенно если это касается, вот знаете, переезда куда-то или поездки какой-то, тут вообще, как говорится, 100% и без всяких разговоров. Ну, давайте, что может помочь в этом вашем деле четверка мечей? Обдумать. Все очень хорошо обдумать, взвесить, проанализировать, разработать план, стратегию, пошагово. Вот это я, вот это делаю, потом вот это делаю и вот это делаю. То есть, обязательно вы должны подстраховаться. Ну, конечно, информацией должны владеть соответствующие, понимаете? Что может помешать? Принцесса кубков. Какое-то есть заинтересованное лицо. Возможно, в вашем желании и это лицо вам может помешать, так что имейте в виду. Также может помешать вашей излишней эмоциональности. Поэтому не волнуйтесь, не нагоняйте на себя волну переживаний. Как говорится, не ахайте, не охайте, держите трезвую голову, понимаете? Вот здесь, по четверке мечей, это очень рациональное мышление. Здесь вот эмоции вообще не грамма. Вообще не грамма. Здесь, как говорится, сухой анализ и ум. Всё. А вот здесь перебор в эмоциях. Будет, не будет, ой-ой-ой, а когда, ой, скорее бы. И вот такое, знаете, трепыхание чувств, оно здесь вам абсолютно не к селу, не к городу. Так что имейте в виду. Ну, а вообще желание однозначно сбудется. Ну, что ж, с чем я вас и поздравляю. Так, третий, кто выбрал желание, третий вариант или колоду у Айта. Давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. О, у нас уже тут выпали. Интересно. Ну, ладно. Как говорится, будем иметь в виду. Итак, сбудется ли ваше желание в загаданной вами период. Хорошо. Давайте сразу еще одну карту выложим для, как говорится, для точности. Ну, вот теперь понятно более-менее. Вы знаете, чтобы сбылось ваше желание, вам нужно не зацикливаться на чем-то одном, понимаете, рассмотреть все варианты и использовать все резервы. Вот мы видим, что на заднем плане у человека стоят два полных кубка. Так вот, карта говорит, что если вы зациклитесь вот на этих только опрокинутых кубках, безнадежных вариантов, безнадежных способов и методов, то у вас ничего не получится. И еще, здесь мы видим на этой карте полный пессимизм, неверие в то, что вы можете получить, что у вас это желание сводится. Вот от этого надо уходить, от этого надо уходить. А двойка жезлов, вот как раз она и подсказывает, что нужно от этого уйти и наоборот, смотреть, смотреть в будущее и уметь лавировать между вариантами. Здесь мы в этой карте видим энергию, здесь мы видим желание, здесь мы видим человека, который активно участвует в исполнении вашего желания. Здесь участия нет, абсолютно. Здесь участия нет. Ну так все-таки да или нет. Двойка чаш. Опять двойка, дорогие мои. Ну двойка чаш, она уже конечно говорит да, да, с помощью кого-то, то есть вы должны кого-то привлечь помощники или в помощницы или использовать чьи-то ресурсы или чей-то совет, чью-то поддержку и тогда да, это вас поддержит в трудные моменты, если у вас желание очень сложное, очень сложное. Скорее всего да, потому что тройка чаш, она уже намекает на сложность ситуации. поэтому желание сбудется, но при условии двойки, как я уже описала по двойке жезла, то есть вашей энергии, вашей веры в то, что желание и за счет поддержки людей, которым вы доверяете, которые к вам хорошо относятся. Но давайте конкретизируем все-таки, что вам может помочь еще, кроме помощи какого-то человека, и что может помешать. Ну что ж, ну вот четверка Пентакли, она как бы подтверждает еще тот момент, что вы должны верить в то, что у вас сбудется. Это раз. Во-вторых, направить свои необходимые ресурсы на исполнение этого желания. Может быть даже это материальные ресурсы, вполне возможно, финансовые ресурсы. Тут я вижу больше концентрацию, понимаете, очень сильную концентрацию на своем желании. То есть здесь у нас энергетический посыл, здесь помощь других и концентрация на своем желании. Три составляющих, которые могут помочь вам получить желаемое. Что помешает? карта смерти. Отказ, отказ, ваш личный отказ от желания. Больше ничего. Если вы опустите руки, если вы ничего не сделаете, пустите на самотек, или доверитесь не тем людям, то, конечно, это помешает в исполнении желаний. Может быть, в загаданный срок помешает, а может быть, и вообще. Ну и здесь у нас, видите, еще же выпало две карты из колоды. Семерка чаш и тройка пентаклей. Семерка чаш дополняет пятерку чаш, но там, правда, уныние, неверие, а здесь иллюзии. Карта как бы говорит, что поменьше иллюзий. Понимаете? Все-таки трезво смотрите на ваше желание. А надо ли оно вам? А помогут ли ваши действия или какие-то шаги выполнить ваше желание? То есть нужно отбросить эмоциональность и отбросить мечты, какие-то там, витать в облаках. Это не тот вариант, понимаете? А тройка пентаклей, она наоборот, она говорит, что да, действуйте. И опять же идет речь о привлечении неких людей. То есть в союзе с кем-то, в союзе с кем-то это как бы плюс для исполнения вашего желания. Именно это поможет вам выйти на тот уровень, который вы себе загадали. В общем, выбирать вам. Но если все-таки подводить итоги, при условии выполнения всех, что вам поможет, желание ваше может сбыться. Да, вот так вот. Хотя будет непросто, непросто. Уж не знаю, что вы там задумали. Но как-то тут это неоднозначно. Неоднозначно. Ну, на этом я заканчиваю, дорогие мои. Желаю в любом случае вам, чтобы у вас все желания сбылись и все у вас получилось. Будьте счастливы и до новых встреч на моем канале. До новых встреч. До новых встреч.